В этом уроке мы с вами узнаем про то, как язык Python перебирает объекты множеств, как работает цикл for, зачем нам обязательно при этом использовать итераторы, как устроены генераторы и как писать свои собственные. Прежде всего, давайте с вами убедимся, что мы понимаем, что будет делать цикл for, когда мы будем его использовать со стандартными типами языка Python. Начнем мы, конечно же, со списка, затем мы попробуем использовать словек с описанием книги Лангельера Стивена Кинга, и затем мы попробуем использовать строку Hello World. Давайте данный код запустим. Мы убедимся в том, что когда мы используем список в цикле for, то мы перебираем элементы нашего списка. Если же мы используем словарь в качестве того, что мы перебираем, то мы перебираем прежде всего ключи словаря. То есть это author, это title, это year published. А если мы используем строку в качестве нашего перебираемого элемента, то мы перебираем символы строки. Такое поведение цикла for кажется нам достаточно понятным. Прежде всего мы бы хотели, чтобы цикл for перебирал элементы внутри множества. Именно это он и делает. Однако как интерпретатор узнает, какие именно элементы лежат в множестве? Почему мы перебираем ключи для словаря, и почему мы перебираем элементы внутри списка для списка? Для этого в языке Python есть итераторы. Концепция итераторов и итераций в языке Python достаточно простая. Если мы хотим перебирать элементы нашего какого-то объекта x с помощью цикла for, то необходимо, чтобы у нашего объекта x был итератор. Итератор — это такой объект-перечислитель. Мы можем спросить у итератора, какой элемент является следующим в объекте x, и он должен будет нам его вернуть. А если элементы в объекте x уже кончились, то он должен будет бросить ошибку stop-iteration. Таким образом, если бы нашим объектом x был простой список 1, 2, то у нас бы был такой объект-итератор для этого объекта x. Мы бы у него могли спросить, а какой же объект следующий в x? Он бы ответил, что это единичка. Затем мы его снова спросили, а какой объект следующий. Он бы ответил, что это двоечка. А затем, когда элементы в x уже кончились, мы бы спросили его, какой элемент следующий. И он бы ответил нам, что объекты кончились тем, что бросил ошибку stop-iteration. Для того, чтобы получить итератор объекта в языке Python, необходимо использовать функцию iter. Давайте возьмем итератор, например, нашего словаря. А затем попробуем вывести следующий элемент, спросив его у итератора. Для того, чтобы спросить следующий объект у итератора, нужно использовать функцию next. Когда мы данный код запустим, мы убедимся в том, что он перебрал какое-то исключение нашего словаря. В нашем случае это автор. Давайте повторим такую процедуру три раза. Запустим следующий код и убедимся в том, что он перебрал все три ключа нашего словаря. Если мы еще раз попытаемся вызвать следующий элемент у нашего итератора, то мы убедимся в том, что вызов данной функции бросает ошибку stop-iteration. На самом деле, именно таким образом и работает цикл for. Когда мы перебираем элементы множества с помощью цикла for, мы сначала просим итератора этого множества, и затем с помощью функции next перебираем элементы. Таким образом, когда мы в коде где-нибудь исполняем итерирование с помощью цикла for элемента i, в нашем случае в объекте book, происходит на самом деле что-то похожее на следующее. Мы на самом деле сначала берем итератор нашего объекта, затем в цикле while true мы пытаемся присвоить элементу i, наш элемент, который мы перебираем, следующее значение, спросив его именно у итератора. Затем мы исполняем тело нашего цикла for, то есть в нашем случае это print i. И затем, если мы поймали ошибку stop-iteration, то все, что мы делаем, мы выходим из цикла. Несложно убедиться в том, что две данные конструкции исполняют код одинаково. Если мы передадим сюда book, то он сначала передаст автора, затем заголовок, затем год публикации, и вторая конструкция также выйдет сначала автора, затем заголовок, затем год публикации. Если мы, допустим, передадим сюда список и сюда тоже передадим список, то мы убедимся в том, что сначала одна первая конструкция выведет значение от 1 до 6, и вторая конструкция также выведет значение от 1 до 6. Конечно, синтаксически первая конструкция более простая, однако понимание того, что мы используем итераторы и функцию next для того, чтобы перебирать элементы, позволит нам в дальнейшем писать свои собственные итераторы для того, чтобы перебирать элементы наших собственных классов.